Подводя итоги года, Венсполское коммунальное управление одновременно планирует работы на будущий 2013 год. Главное, что в этом городке будут дополнительно установлены детские элементы. Там, как знаете, установлены из Южного Корея эти элементы все детские. И там будет дополнять интересным акцентом. И такая ракета будет там, и там обследованные сани специальные. Ну, интересные. Я понимаю, что место для игр будет еще не только в Парвенте, но и в городе. Вот это такой детский год получается. Да, следующий год как детский год как раз. Да, потому что даже если продолжать Парвенте, то у нас будет Тауза 12. Там будет одна игровая площадка. Тарглаз 25. Это у пятой школы там сквери есть. Там будут игровые элементы и третринажеры. Там будут интересные элементы. Там будет шая машина, там как джипи и качели детские. Ну, в принципе, новая микровая, ну, это маленькие городки будет детские. А нет, нет, нет старые элементы. Будьте детские площадки, таза, наземаясь, драузыбас квартал, Лиелаясь проспект 21. Бриве 21. Квартал, потом, Юрас 3 уже зелени в этом году. Ну, просто там они успели, что открыть эту площадку. Потом инженер 93. Одна площадка будет. Детский городок сам будет дополнять, дополнить новые элементы. И микрорайоне Вирвес 3. Там это Вирвес и Пулку же перекросто. Там там есть поляны свободные. Это наши землями купили специально. Будет маленький детский городок. Дети, да, дому, которые там живут. Ну, что для взрослых в следующем году обещать? Ну, во-первых, будет один фонтан очень красивый. Будет такое сделание в Юрске, в Улдекс-Перекрестке. Там будет, там в Северском сквере, где есть. Там будет такой большой зонтик, 2,5 метра высоты. И из кого льется вода все время. И можно под этим зонтиком подойти, посмотреть, там, пофотографироваться. Такое интересное место будет. То есть, можно подойти под зонтиком? Под зонтиком можно подойти, он 2,5 метра. Так что, я думаю, очень интересный элемент. Ну, как будет весна, ну, собираемся и упустить этот фонтан, скажем, в конце мая, допустить уже, да. 2012 год можно назвать годом строительства улиц. Очень много улиц было. Новую поликлинику сделали. Сравнение, это не как простой дом, это как пассивный дом. Интересно в том, что очень мало там тепло употребляют. В принципе, он может без тепла жить. И жить за здание несколько дней даже утепленность хорошая. Там окна и вентиляция такая сделана. Ну, это такой интересный, такой виза был, да. Ну, и, конечно, улицы очень много сделали. Велодорожки. Потому что у нас же велодорожки больше 40 километров уже. Венбиповец, после думаешь, да, это приличный уже километраж, да. Для отдыха, для спорта уже, можно сказать, не только отдыха, да. Есть повод купить с велосипедком, а еще нет? Да. Если посмотреть на этих днях, даже суровая зима есть, да, на улице, это самый большой снег Латвии. А посмотри, сколько на велосипед еще едут. Потому что велодорожки же чистят всю зиму. Там специальная служба есть, которая чистит велодорожки. Аплодисменты.